всех приветствую дорогие зрители канала герчики home с вами виктория сипчук данное видео будет про take profit я расскажу что такое take profit где его правильно выставлять и как его правильно использовать и каких видов take profit бывает давайте начнем с определения что такое take profit это фиксирование прибыли в сделке а почему это также немалая важная часть в трейдинге потому что управа управлять своей прибылью нужно уметь потому что если вы будете просто открывать сделки и не ставить цели это ни к чему хорошему не приведет рынок достаточно вообще инструмент волатильный и на самом деле даже если вы ставите какие-то глобальные цели вы примерно должны хотя бы понимать где у вас ближайшие уровни до чтобы фиксировать прибыли хотя бы частично чтобы хоть как-то вообще сохранить капитал и в принципе со сделок зарабатывать а не так что бывает трейдер пересиживает и в итоге припись вы не забирает это тоже момент того что трейдер не понимает как управлять именно прибылью сделки сколько можно забрать от данной сделки и от чего отталкиваться давайте начнем с первого пункта сценарий прибыль почему сценарий во первых смотря какой сценарий вы торгуете потому что в принципе от сценария зависит а ваша фиксированная прибыль если вы торгуете ложный пробой там подход к и профиту другой если вы торгуете пробой там у вас расстояние чтобы поставить профит нужно смотреть да по уровню и вообще какой пробой выбираете там широкий канал возможно либо узкую по торговку и так далее если вы торгуете отбой там тоже свои цели поэтому вот сценария на самом деле очень многое зависит нет такого что вы вот например ставите тейк профит там просто там не знаю в пунктах или в доллар да если торгуете акции и везде во всех сценариях вы ставите одни цели самом деле можно подбирать расстояние и подбирать его можно как технически так и расчетно то есть рассчитывать либо от от тар тейк профит либо от стопа далее вторую пункт таймфрейм и прибыль очень также важен на каком таймфрейм торгуете внутри дня или в средний срок потому что если вы торгуете внутри дня той ты профит там один если вы торгуете средний срок там то их профит другой соответственно у вас расстояние в сделке до то есть потенциал сделки у вас больше да если вы берете в средний срок и понимаете, что эта сделка рассчитана на несколько дней. Если вы торгуете внутри дня, значит, вы должны опираться на какой-то либо ближайший уровень, либо рассчитываете внутридневной ATAR и так далее. Третий пункт – технический тейк-профит. И четвертый пункт – это расчетный тейк-профит. И вот под пункты, именно ниже четвертого – от ATAR, от убытка. Я сейчас объясню, что это такое. Также покажу на графике примеры сценариев и вообще, как рассчитывается тейк-профит в зависимости от сценария, от таймфрейма. И также покажу, что такое технический и расчетный тейк-профит. Технический тейк-профит – это когда вы рассчитываете, фиксируете прибыль, то есть ставите цену, ту цену, по которой вы хотите заправить прибыль, примерно возле какого-то чисельного уровня. Будь то это минутка, либо часовик, либо дневка. Это технический момент. Вы смотрите технический момент именно на графике от уровня к уровню. Это называется технический тейк-профит. Где целесообразнее и правильно его поставить. Куда инструмент может прийти. Потому что исторические все уровни, цены, они, как правило, повторяются. Четвертое – расчетный тейк-профит. От отар и от убытка. То есть вы, когда заходите в сделку, например, вы заходите тогда, когда инструмент прошел уже 30% от отар. И вы примерно понимаете, что инструмент ходит 80-90% от отар. Либо весь отар вы уже смотрите, опять же, в зависимости от таймфрейма. Если вы заходите в средний срок, вас, в принципе, может и не пугать, что внутренняя уже все пройдено. Потому что в средний срок, на самом деле, для среднего срока, это только половина отар. Это если вы торгуете в средний срок. От отар. Если вы хотите зайти с нуля, то вы заходите от отар, то есть от самых границ, допустим, от самого сопротивления или от поддержки. И уже примерно понимаете, сколько вы можете забрать прибыли от отар. Потому что если вы заходите с нуля, вы можете спокойно до 50% отар выставлять тейк-профит. Если инструмент прошел больше 50%, соответственно, там вы уже гораздо меньше возьмете. Вы также должны это рассчитывать. Например, инструмент падает вниз, 3-4-5 баров подряд, и вы заходите в продажу. То есть в перепроданность. Соответственно, вы уже должны понимать, сколько вы можете в таком движении взять, и какой вообще потенциал. Зараженная зона или пустая зона, допустим, если идет пробой вниз. Откуда мы выходим? Из канала или из проторговки, из какого-то накопления, или просто идем к какой-то чистой энергии, где вообще уже нет отар. На самом деле, вот эти моменты, это также включает понимание рынка. То есть в тейк-профит вы примерно потенциал движения высчитываете, рассчитываете от зависимости вообще настроения рынка, что с ним происходит, откуда он выходит, да, инструментом. Из какой-то, возможно, из флета или еще чего. Потому что когда инструмент идет из канала, возможно, да, там из канала, из проторговки в пустую зону, соответственно, там больше энергии идти, и там вы можете располагать большим потенциалом, да, то есть полагать, что инструмент может пройти больше положенного, там больше 50%, например. И расчетный тейк-профит от убытка. Это когда вы, например, ставите стоп-лосс, да, стоп-лосс, например, там 20 пунктов на форексе, и вы берете как минимум там 3 к 1, да, то есть как минимум техническая вообще картинка должна себе представлять. Это 3 к 1. То есть если вы видите канал, если видите в нем расстояние, что вам дают 3 к 1, то в такую сделку вы можете зайти. Ну и так далее, да, то есть 3 к 1, 4 и 5 к 1. То есть вы себе уже прописываете. Потому что если вы себе прописали, что я забираю в сделке расчетный тейк-профит от АТА, да, вы там уже отчитываете и ставите тейк-профит такой. Либо прописываете себе, что я ставлю расчетный тейк-профит от убытка. Значит, вы пишете, я забираю 3, 4, максимум 5 к 1. То есть вы себе эти правила прописываете. Почему это важно? Нельзя, вот по мне, вот мое мнение, не только нужно следить за убытками, да, соответственно, мы торгуем сюда от риска, но за прибылью тоже нужно следить и уметь сделки забирать, то есть фиксировать прибыль. Потому что рынок, он с каждым днем, тем более рынок сейчас очень волатильный, постоянно каждый день что-то меняется, вы должны прибыль уметь забирать. И забирать ее правильно для себя. Вы уже должны определить, да, что вы хотите забрать. От сценария, возможно, да, какое-то расстояние. Либо вы от АТА рассчитываете, либо вы уже просто не смотрите на понимание рынка на картинку, вы просто смотрите по стопу. Если вам позволяют поставить вот такой стоп, значит, вы считаете, да, там стоп умножаете там на 3, да, у вас получается 3 к 1, значит, забираете тейк-профит. Либо умножаете на 4, на 5, там уже в зависимости, возможно, от технического ТАР. Можно расчетный это совмещать с техническим. Вот вы, например, рассчитали 3 к 1 от стопа, но вы видите, что до уровня, да, там еще, например, 3 стопа как минимум можно 6 к 1 взять. То вы примерно можете 4-5, там, с учетом проскальзывания, например, поставить себе тейк-профит. Так, теперь давайте я вам покажу на графике, как это примерно выглядит. Возьмем доллар индекс, вот свежая картинка. Например, вот вы заходите от уровня излома, например, на пробой, да, вот как здесь произошел пробой. Это ближний ретест. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, да, то есть 5 дней мы постояли, когда меньше 10 дней, это называется ближний ретест. Вот у вас уровень излома. Вот вот здесь вы заходите. Вот вы здесь зашли в шорт, поставили там стоп-лосну 3 дня, да, нашли точку входа и нашли место для стопа. И вы смотрите, вот сколько инструмент может упасть. Вот сюда он упадет, или сюда, или сюда, или дальше он куда-то пойдет. Вы уже должны рассчитывать для себя. Если вы считаете от АТАР, вы смотрите, ага, да, например, то есть 2-3 бара идут безоткатно. Это не очень хорошо, потому что когда идут вообще бары безоткатно, там на самом деле идет такой чистой энергии, АТАР уже гораздо меньше. Но здесь другой момент, идет обнуление, да, то есть здесь игрок, продавец, так называемый, здесь он шел за счет покупателя вот этого паранормального пара. Поэтому здесь уже, когда при пробой у вас идет обнуление. Вы смотрите. Хорошо, например, АТАР при пробой есть. Я забираю там 50%, возможно, да, или я забираю просто там 3-4 к 1, и вот здесь я прибыль свою фиксирую. Это расчетный АТАР. Это вот я сейчас вам показала, расчетный АТАР от АТАР, да, как высчитывается при пробое. Технический АТАР, это когда вы смотрите ближайший уровень. Например, вот у вас ближайший уровень. Какие уровни вы берете? Ближайший, сильный уровень, куда инструмент может прийти. Уровень перья и хай цены. Вот ло вот этого бара является уровнем перья и хай цены. Уровень сильный. Возможно, вы можете его здесь выделить и себе сказать, да, что инструмент может реализовать движение вот до этого уровня. Это технический тейк профит. Вы ставите себе цель и технически забираете движение, потому что здесь ближайший уровень сильный. Возможно, можете тейк профит ставить чуть выше, как я, например, я это делаю. Иногда бывает проскальзывание, бывает, что не касаются сильных уровней и разворачиваются просто. В итоге вы все, прибыль вот эту вот не забираете. Если вам инструмент дал там 80-90%, что вы хотели взять, не 100, ладно, да, но когда инструмент дает больше 50% и вы эту прибыль не забираете, это очень плохо, потому что прибыль забирать нужно. Также смотрите дальше. Вот какие еще есть уровни. Вот у нас уровень и дать перелоу цены, вот у нас излом есть. И вы смотрите, где я могу забрать прибыль, рассчитывая на какие-либо вот из этих уровней. Это технический ваш тейк профит. Это вот в сценарии пробоя, да, при пробоя вот такой момент. Например, ложный пробой. Вот у нас длинное безоткатное движение. Выделяем уровень и заходим, допустим, да, в ложный пробой. Вы смотрите, вот ложный пробой идет в лон. И сколько инструмент может пройти? Сюда он пойдет, сюда или сюда? Куда он пойдет? Опять же, вы рассчитываете, возможно, от АТА. Вы смотрите. Так, здесь инструмент достаточно много прошел. Значит, здесь покупатель идет с нуля. То есть, нулевой АТАР. Это очень хорошо. Значит, вы можете здесь поставить себе либо 50% от АТАР, либо вообще все 100%, да, раз идете с нуля. Опять же, вы должны ориентироваться. Вы там, например, смотрите понимание рынка. Вот у вас нисходящий тренд. Вы уже понимаете. Я торгую сейчас в контртренд. Я торгую на начало коррекции против тренд. Вы смотрите, сколько здесь тейк профит вы можете поставить. Больше или меньше. Соответственно, когда инструмент идет по тренду, то там в основном вообще АТАР и 1 и 2 может инструмент пройти. Это всегда так. То есть, по тренду всегда легче идти. Поэтому по тренду, когда инструмент идет, на пробоях, да, особенно на пробоях, вот как здесь, да, вы здесь можете, в принципе, тейк профит брать во весь АТАР. Либо технически прям вот полностью забирать, там, ставить куда-то уровень, допустим, сюда или вот сюда, да, вот как здесь вот. Кстати, вот это зеркальный уровень, и уровень действительно очень сильный. И инструмент, на самом деле, он сюда подошел, но здесь сделали ЛП. Действительно, сделали ложный пробой. Сейчас инструмент трубуется в лонг. Либо вы просто ставите, да, например, заходите в лонг на ложном пробой, ставите стоп лосс за ЛП и просто отчитываете, да, там, раз, два, три, три к одному, либо четыре, пять. Если вы понимаете, что АТАР с нуля, опять же, повторюсь, все расчетный, тейк профит с техническим вы можете совмещать. Значит, вы там забираете пять к одному, допустим. Забрали пять к одному, дальше смотрите. Внутри дня. Возможно, там, какое-то накопление, инструмент дальше пошел в лонг, да, по тренду. Вы понимаете, что там еще можно взять движение и так далее. Это, конечно, все зависит от вашего сценария, от вашего подхода к торговле. Но суть в чем, да, что тейк профит, его нужно фиксировать обязательно. Нельзя заходить просто в сделку, вот поставить здесь стоп лосс и просто сидеть смотреть. Инструмент может просто импульсом дойти сюда, просто дальше спуститься вниз, там, на ложном пробое и уйти вниз. То есть, рынок достаточно волатильный вообще. И здесь не только нужно следить за стопами, также нужно следить за тем, сколько вы забираете, какое расстояние вы уберете. АТР вы берете, либо вы берете технический момент от уровня, да, к уровню. Вот, например, если у меня сейчас подошел, вот первый бар и второй бар, уже подошли вот к уровню, давайте возьмем, вот у нас уровень, перелод цены, да, на истории, вот он зеркальный, вот он излом, видите, почти касание было, вот немножко даже проскальзывали. То есть, это технический бы тейк профит, если бы вы его здесь поставили, это был бы технический тейк профит. Или бы вы его тут поставили, да, тоже уровень есть на лонгах, тоже был бы технический момент. Либо вы забираете расчетный от стопа, либо вы забираете расчетный от ТАР. То есть, это уже ваш подход и ваша торговая система, да, что вы торгуете. Может быть, вы торгуете только ложный пробой. Там у вас свой расчет тейк профита и стопа, да, куда вы ставите стоп-лосс. Так, ну, в принципе, все. Все, что хотела вам сказать. Вот такая вот тема, достаточно серьезная, также немаловажная. Торгуем от риска, это понятно, да, но тейк профита тоже немаловажная часть, потому что прибыль нужно с рынка забирать. Не так, чтобы вы просто открыли сделку, просто смотрите, как бы там куда-то там оно дошло, куда-то непонятно, куда оно может дойти. Вы должны все себе рассчитать, не только стоп-лосс, но и также прибыль. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчуко, кто еще не подписан. Оставляйте также комментарии, что бы вы хотели услышать в новых видео. Предлагайте, возможно, у кого-то есть идеи, пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание, всем успешного обучения, торговли. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok